Приветствую вас! Я, честно говоря, не очень понял смысла вашего вопроса и текста. Давайте разбираться. Вы пишете вместе год и 7 месяцев. Что значит вместе? Вы муж и жена, вы семья, вы живете гражданским браком или вы просто встречаетесь. Что значит вместе? Знаете, в зависимости от того, в каких вы отношениях, то есть в зависимости от того, насколько близки у вас отношения, значит, в зависимости от этого определяется то, на что вы можете претендовать в контексте, ну вот, в контексте взаимодействия с ней. То есть если вы, например, просто встречаетесь, то, к сожалению, не на что претендовать вы не можете, потому что вы просто встречаетесь, вы не являетесь мужем и женой и так далее. Если у вас гражданский брак, например, да, то здесь ситуация, конечно, немножко другая, но всё равно. То есть в этой ситуации всё равно вы не так много можете, не так много, значит, вправе требовать, потому что, когда даст брак, это, по сути, ну, всё равно это просто совместное проживание. Вот. 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 Знаете, как, как, какая стонкость. Другой вопрос, даёте ли вы себе в этом отсчёт, вот, что меня больше всего интересует. Вот. И так, я надеюсь, понятно, да, что нужно, чтобы вы донесли до нас, если вы задаете вопрос нам, и в первую очередь для себя самого определили, кем вы друг для друга являетесь. Я имею в виду в плане отношений. Здесь и сейчас. Потому что вот 14 месяцев. Ссоры. Ссоры в основе по одному вопросу. У неё две подруги. Одном местный, а вторая зарубежная. Раз в два месяца приезжает зарубежная подруга, у них начинается встреча. Понимаете, в чем дело, Владимир? Ссоры, ссоры, если они, эти ссоры, собственно, и происходят, то в ссорах участвует не только ваша, ну, девушка, ваша женщина. Ссорах участвует, в том числе, и вы тоже. Я полагаю, что вы не будете этого обсуждать. Вот. И, соответственно, соответственно, если вы участвует им в ссорах, да, то вопрос возникает. Именно вы с какой целью принимаете участие в ссорах? Именно вы. Ответственность нужно в данном случае взять на себя здесь, если вы, значит, ссоритесь со своей женщиной. Да? Если вы ссоритесь со своей женщиной, то нужно брать ответственность за это. То есть, я ссорюсь потому что. Я ссорюсь по причине того что. Вот так. Ответственно. Понимаете? А не так, что, что ссоритесь вы, да, оба. А ответственно она. Вы тоже вступаете с ней в конфликт? И вопрос заключается в том, собственно, зачем? Именно вас что задевает? Именно вас что напрягает? Дальше. Значит. Так. Ну, на мой вопрос смска, смс звонки просто нет ответа. Она, подруга, ведёт себя так, как будто я ей всё равно. Владимир, я надеюсь, вы поймёте, что это ваше восприятие данной ситуации. То есть, это именно вы видите историю так, вот вы видите историю, вы видите ситуацию так, что вы сомневаетесь, что вы ей нужны, что вы ей важны. Вот. И вопрос у меня к вам заключается в том, откуда вы взяли такую мысль? Т.е. ну, с чего вы решили, что это так? С чего вы решили, что ей всё равно? Почему вы начали в себе сомневаться? Понимаете, какая история? То есть, тут, вот, нужно разобраться с тем, корректируете ли вы своё отношение к себе, насколько вы цените себя, насколько вы любите себя, насколько вы уважаете себя, насколько вы уверены в себе, может быть. Потому что, ну, подобные вещи, подобные разговоры, они, ну, наводят, наводят на мысль о том, что вы себе сомневаетесь. Вот. Всё-таки. И если вы сомневаетесь в себе, то нужно понять причину. Причину того, почему вы в себе сомневаетесь. И, уже исходя из этого, делать выводы. Уже исходя из этого, работать над собой. Над собой. А не над, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ довольно серьезной долей принижения относитесь к тому, что она делает, а ведь это для нее важно. И ее друзья для нее важны, и подруги важны, вот. А вы как бы принижаете ее, что девочке, естественно, не нравится. Ну и, собственно, я не думаю, что кому бы то ни было вообще это может понравиться, как вы считаете. То есть почему сборишь, почему не встреча, да? Дальше, так все хорошо, даже замечательно, постели все в порядке сейчас, после очередной подобной ситуации в ссоре. Значит, ну, опять же, ваша ответственность в ссоре меня интересует. Да, редко, но, сука, созваниваемся, а это уже тройку дней так. Ну так, вы можете со своей стороны взять ответственность за свою половину проблемы, свою половину ссоры, и сказать, что, дорогая, например, прости меня за то, что я был в чем-то, я был не прав, а вы по-любому были не правы, потому что ссора произошла. Вот. Конвлик был, и вы в нем, в конфликте, играли свою роль. Дальше, значит, с ее дочерью, с дочерью было на занятиях по вокалу, а пригласил встретиться вечером, сказала, что устала после работы. А пять минут на общение мало, хоть предварительно договорились. Ну, вы понимаете, что с женщиной договариваться не то же самое, что с мужчиной, и женщина совершенно не должна держать свое слово, Владимир. Думаю, пока ей не звонить, не звонить, ну, в принципе, в принципе, ваше право, но если вы не собираетесь ей звонить, то имейте в виду, что вы можете ее потерять. Вот. Она утверждает, что ее подруги, ей как семья, ближе, чем брат и родители. Ментами кажется, что ближе, чем дочь. Она покидает последнюю и у Гали на пару суток. Ну, знаете, опять же, при прочих равных условиях, да, это выбор именно женщины. То есть она выбирает действовать так. Можно принимать, можно не принимать, но она, она выбрала для себя такую модель поведения. Хорошо это или плохо это, неважно. Она выбрала. И вы, судя по всему, ну, по идее, по идее, вы вроде бы приняли ее. А теперь получается, что нет. Теперь получается, что вы не приняли. Ну, потому что вы ссоритесь там и так далее. И вот у меня вопрос. Так, если у женщины был такой быт до встречи с вами, да, что с чего она должна его менять, этот быт? Ну, возьми ей подруги. Не хочет она перед ними там, грубо говоря, выглядеть как-то вот в невыгодном свете. Ну, да, это неправильно, может быть, да, это может быть не совсем верно, да, это не совсем конструктивно. Но это, так или иначе, ее выбор. И если вы любите ее, то вам нужно ее выбор принять. А если вы ее выбор принимать не будете, то отношение у вас не получится, к сожалению. Ну, вот. Дальше. Значит, эм, так. Вопрос. Почему ее родители и я занимаемся и помогаем дочке, а не ее подруге? Эм, это не такой вопрос на самом деле. Эм, подруги не должны помогать дочеру, Владимир. Вы помогаете, потому что хотите, а родители помогают, потому что тоже хотят, нет? А может быть, они девочка и бабочка? То есть, как бы это опять же свободный выбор. Это свободный выбор. Эм, если вы хотите, эм, то вы помогаете. Если вы не хотите, вы не помогаете, и все. Разве не так? А то получается такая не очень хорошая история, что вы помогаете вроде бы, но потом это ставите в вину, девочка. Типа, вот, я тебе помогаю, а ты, там, ну не знаю, не ценишь этого или что-то еще. Так вы, если не хотите, вы не помогаете, а если вы хотите помочь, эм, то, помогите. То есть, то есть, сделайте то, что вы считаете нужным, но без вреда себе просто. Вот и все. Вот и все. Знаете, какой, какой момент? То есть, тут вопрос, эм, мне кажется, некорректный. Почему в данных ситуациях она обращается в помощи родителям, а не к твоим подругам, если они с ним не обменяют? Эээ, вы либо ревнуете, Владимир, либо, эээ, есть еще какие-то причины, потому что обращаться она может к кому угодно. Это ее, это ее выбор. Если она обращается к родителям, значит ей так удобнее. Эээ, последний вопрос очень хочется ей задать. Самый главный вопрос. К мой, мой, эээ, последний раз был, кто я для тебя, или просто подруг нет, эээ, тогда я хорош. Это сомнение в себе, Владимир. Вы сомневаетесь в себе и не уверены в своем положении. И вы хотите, чтобы она, девушка, охарактеризовала ваше положение по отношению к ней. То есть, вы на нее перекладываете ответственность за свою роль в ваших отношениях. Вы для нее кто? Кем вы хотите быть для нее? Мужчина. Так поддерживайте ее, будьте с ней. Как бы не запрещайте ей делать того, что она делает, и без себя она не вредит. Вот. В качестве примера привел слова нашего общего сне психолога Ольги. Эээ, получил ответ в список с Ольгой. Ну, привилегат третьих лиц, на мой взгляд, является достаточно некорректным. Потому что, эээ, ваша девушка, она, явно, эээ, боится близких отношений, боится близости. Вот. Ээ, влияет тяжело, эээ, достаточно горда. Это, вот, скорее всего, неуверенный в себе человек, и, соответственно, с ней нужно вести себя, ну, как минимум, эээ, с пониманием этого аспекта. Вот. У меня же, ээ, отвращилось такое ощущение, впечатление, что вы, эээ, не понимаете того, что для нее, собственно говоря, важно. И именно по этой причине у вас и возникают конфликты. Нет, конечно, эээ, вам нужно понять, и что для вас важно, что вы хотите. Хотите. Но, в первую очередь, это всё-таки, эээ, то, что вы готовы делать для, ээээ, вашей, ээээ, женщины просто так. И готовы ли вы делать что-то, просто так. Вот. И вот точно готовы делать просто так, и нужно делать. А просто не готовы просто так делать не нужно. Или вообще ничего не делать, если вы не хотите, не хотите, не хотите. Вот. То есть, как бы вопрос к психологу, у вас какой, Владимир? Эээ, на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали! 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 Продолжение следует...